Здравствуйте! В эфире информационно-правовая программа «112». В студии Юлия Гаврюшина я расскажу вам о событиях за последнюю неделю. В период времени с 8 по 14 июля 2019 года на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 147 сообщений о происшествии. Из них 8 преступлений, 5 из которых раскрыты в течение дежурных суток. К административной ответственности привлечено 42 гражданина за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За неделю произошло 6 дорожно-транспортных происшествий. Причинен материальный ущерб. Осуществлялась охрана общественного порядка при проведении двух мероприятий с массовым пребыванием граждан. Нарушение общественного порядка не допущено. С 10 июля 2019 года на территории округа проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Путина», направленное на выявление пресечения правонарушений и преступлений в сфере незаконного вылова водных биологических ресурсов. 9 июля 2019 года в окружную полицию обратился житель Наринмара, сообщивший, что пока он находился в отпуске, неизвестным лицом похищены принадлежащие ему металлические трубы стоимостью 27 тысяч рублей, находившиеся на прилегающей территории частного дома, в котором он проживает. Оперуполномоченными отдела уголовного розыска Управлением ВД России по Ненецкому автономному округу в ходе оперативно-розыскных мероприятий в течение дежурных суток установлено лицо, совершившее данное хищение. Им оказался сын заявителя, 1997 года рождения, ранее судимый за аналогичные преступления. В настоящее время сотрудниками полиции похищенное имущество у него изъято. Следователем Следственного отдела управления по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту В части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Максимальное наказание по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Стражи порядка обращаются к жителям с напоминанием о том, что выезжая в отпуск, необходимо предпринять все возможные действия по сохранности личного имущества. Закрыть все двери, окна и форточки квартиры домов. Убрать с территории, прилегающих к частным домам, все имущество, имеющее для вас ценность. Сотрудники полиции призывают жителей округа запомнить несколько правил для того, чтобы обезопасить себя, свое жилище и имущество, в частности, в период летних отпусков. Для предотвращения квартирных краж необходимо ваше активное участие в техническом укреплении своего жилища. Определите наиболее уязвимые места с точки зрения безопасности. Надежно укрепите дверные замки, входные и балконные двери. Установите домофоны в подъездах, при наличии финансовой возможности обеспечьте вахтовую охрану в подъездах. Оборудуйте жилище глазом и видеоглазком, желательно с функцией сохранения видеозаписи. При утере ключей срочно замените замки. Уходя из дома, не оставляйте открытыми окна, договоритесь с соседями о взаимном присмотре за жильем в отсутствии кого-то из вас. Никогда не открывайте входную дверь, предварительно не узнав, кто находится за ней, чтобы не оказаться жертвой разбойного нападения. Наиболее эффективной защитой вашего жилища является оснащение его охранной и тревожной сигнализацией. Если вы стали свидетелями преступления или вам показалось подозрительным поведение отдельных лиц, например, пытающихся проникнуть в квартиру через балкон, или долго открывающих входную дверь, выносящих из квартиры какое-то имущество, необходимо сообщить об этом в полицию. 10 июля 2019 года сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в ходе рейдовых мероприятий по выявлению и пресечению преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного вылова водных биологических ресурсов в акватории реки Печора выявлен факт незаконного вылова атлантического лосося – семги. Стражами порядка задержан житель Наринмара, осуществлявший незаконный вылов водных биологических ресурсов на реке Печора в 4 километрах от села Оксино. У задержанного отсутствовали разрешительные документы на вылов семги. Полицейскими с места происшествия изъяты 22 экземпляра атлантического лосося, а также рыболовная сеть и лодка с мотором. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Справочно. За совершение преступления по части 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча вылов водных биологических ресурсов» предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет. Отдел по вопросам миграции Управлением ВД России по Ненецкому автономному округу напоминает о необходимости своевременно производить замену паспорта гражданина Российской Федерации. Недействительными считаются паспорта, которые не обменены по достижению 20-летнего и 45-летнего возраста. При изменении гражданином в установленном порядке фамилии, имени, отчества, пола, сведений о дате и месте рождения, при внесении сведений, отметок или записей, не предусмотренных законодательством. График приема граждан отдела по вопросам миграции Управления ВД России по Ненецкому автономному округу. Рекомендуем обращаться в середине приема в целях минимального ожидания в очереди. С заявлением о замене паспорта либо регистрации по месту жительства пребывания можно также обратиться через единый портал государственных и муниципальных услуг. Преимуществом в получении услуг в электронном виде является сокращение сроков получения документов и возможность оплаты государственной пошлины со скидкой 30%. Оперативниками Управления в ходе разыскных мероприятий по факту кражи имущества из гаражного бокса в поселке Искателей, произошедшему в июне 2019 года, установлено, что хищение совершил мужчина 1987 года рождения. Полицейским он рассказал, что употреблял спиртные напитки вместе с заявителем, находясь у последнего в гостях, когда увидел, что на видном месте лежит ключ от гаража. Взяв ключ и покинув квартиру, он через некоторое время пришел в гараж заявителя и похитил оттуда строительные электроинструменты, в дальнейшем распорядившись ими по своему усмотрению. Затем зломышленник, опять придя в гости к другу, вернул ключ на место в ходе употребления алкоголя с ничего не подозревавшим товарищем. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. За минувшую неделю сотрудниками окружной госавтоинспекции в ходе повседневного контроля и надзора за дорожным движением на дорогах города Наринмара и Заполярного района пресечено 104 административных правонарушения, в том числе 8 случаев управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения. В одном из случаев 13 июля 2019 года сотрудники отдела ГИБДД, остановив автомобиль в 5 утра по улице Ленина города Наринмара, установили, что водитель, помимо того, что он находится в состоянии опьянения, к тому же совершил угон, неправомерно завладев данным автомобилем. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Госавтоинспекция напоминает, за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. А за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения наступает уголовная ответственность в соответствии со статьей 264 Прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В случае, если у вас есть информация о том, что водитель транспортного средства находится за рулем в нетрезвом состоянии, незамедлительно сообщите в дежурную часть управления МВД по телефону 02 или 102 с мобильного и телефон доверия 4-21-52. В дежурную часть управления МВД России по Нинскому автономному округу от гражданина поступило сообщение о том, что неизвестное лицо в городе Наринмаре незаконно реализует алкогольную продукцию, размещая указанную информацию в социальной сети Друг Вокруг. В ходе проверки установлено, что житель поселка Искателей, осуществлявший продажу алкоголя, доставлял заказ на личном автомобиле и во время очередной продажи он прибыл на адрес, указанный покупателем, где продал бутылку вина. При этом мужчина не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя либо юридического лица, в связи с чем не имел права на осуществление деятельности по розничной реализации алкогольной продукции. В ходе осмотра автомобиля сотрудниками полиции изъята алкогольная продукция. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за незаконную розничную продажу алкогольной спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицом. Жители округа могут сообщить о фактах незаконной реализации алкогольной продукции несовершеннолетним, из домовладений, автомобилей и о других нарушениях в сфере оборота алкогольной продукции в Управлении МВД России по Ниньскому автономному округу по абонентским номерам 02-102 с мобильного или 421-26, либо на телефон доверия 421-52. В Управлении МВД России по Ниньскому автономному округу осуществляется прием фоторабот для участия в фотоконкурсе «Открытый взгляд» ежегодно проводимом МВД России. В фотоконкурсе принимают участие сотрудники органов внутренних дел, в том числе курсанты и слушатели образовательных учреждений МВД России, федеральные государственные гражданские служащие, работники системы МВД России, ветераны органов внутренних дел и внутренних войск МВД России, а также иные лица, не проходящие службу, не работающие в системе МВД России. В текущем году конкурс проводится в семи номинациях «Гражданственность и патриотизм», «Наша профессия», «Портрет», «Пейзаж», «Спортивная фотография», «Полиция глазами общества», «На шутливой волне». Особое внимание будет уделено фотографиям, отражающим деятельность сотрудников, задействованных в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности. Подробную информацию о творческом фотоконкурсе вы можете получить на сайте foto-mvd.ru, в том числе ознакомиться с положением о фотоконкурсе МВД России «Открытый взгляд» и просмотреть мастер-класс члена жюри конкурса «Киврина». Предпочтение отдается фотоснимкам, выполненным во второй половине 2018 года и в 2019-м. Работы и заявки на участие в фотоконкурсе нужно предоставить до 10 августа 2019 года. Сбор фотографий, электронный вид формат «Джпек» производится в группе информации и общественных связей Управлением ВД России по Ниньскому автономному округу. Контактные телефоны 4-23-63 и 8-911-650-05-32. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть Управлением ВД России по Ниньскому автономному округу по телефону 02 или 4-21-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких.